В кануне празднования на Уросмейраме Акимобласти встретился с представителями Ассамблеи народа Казахстана и руководителями этнокультурных объединений региона. Они обсудили важность межэтнического согласия. Подробнее в следующем сюжете. Встреча с членами АНК проходила в Доме дружбы в формате «Вопрос-ответ». Акимобласти отметил озвученную главой государства важную задачу по укреплению общенациональной идентичности и единства народов, а также развития гражданского общества. Я принял участие на совещании под председательством главы нашего государства, где присутствовал премьер-министр, члены правительства в городе Астана, где глава государства очередной раз акцентрировал свое внимание на том, что укрепление межэтнического согласия является одним из краеугольных камней устойчивого развития нашей страны. Ассамблеи народа Казахстана и всего гражданского общества. Тем самым отметив особую роль Ассамблеи народа Казахстана и тот вклад, который вы осуществляете в развитии нашего гражданского общества. Кроме того, Ассалин Байханов призвал участников встречи внести свои предложения по вопросу сохранения общественной стабильности. В свою очередь, собеседники от имени представителей всех этносов рассказали, что осознают всю большую ответственность, которая лежит на Ассамблее. Чтобы наша страна развивалась, чтобы те реформы, которые сейчас намечены и стоят перед нашим государством, обществом, нам обязательно нужно мир и согласие в нашем общем доме. Я хочу сказать, что главной задачей нашей Ассамблеи является встреча с людьми, встреча в трудовых коллективах, со студентами, учащимися, которым мы постоянно разъясняем важность нашего единства в нашей стране, согласия и мира в нашем общем доме. Глава региона поблагодарил руководителей этнокультурных объединений и членов Ассамблеи народа Казахстана за колоссальную общественную работу и благотворительную деятельность. Каждый из вас изо дня в день работает для того, чтобы наша страна, наш Казахстан процветал и становился территорией мира и согласия. Именно поэтому я хочу еще раз выразить вам свою благодарность за активное участие в жизни не только нашего региона, но и нашей страны. Также в честь предстоящего праздника на Оросмеи Рамы Асаин Байхана поучаствовал в национальном обряде, когда мальчику отрезали одну прядь волос на макушке, которую они стригли до достижения ребенка 13-летнего возраста. Таким регионом напомнил присутствующим и о предстоящих выборах депутатов-мажилистов и москвихатов всех уровней и их значимости для будущего страны. Ермик Сапаров, Юрий Белевский, Ертас Ахпарат.